Библейский портал экзегет.ру представляет прочитаем как книгу с древнего Ближнего Востока. Безусловно, это не единственный, я даже не скажу, что это какой-то самый правильный способ чтения этой книги, но в бытии очень часто выискивают историю происхождения нашей планеты, жизни на ней, как-то привязывают его к нынешним данным науке или находят в нем, и это тоже совершенно справедливо, какие-то параллели с, допустим, событиями Нового Завета, прообразы и так далее. Но ведь когда-то этот текст писался для людей, живших в совершенно другом мире, в мире древнего Ближнего Востока, где было много богов, где было много разных преданий о том, откуда взялся мир вообще. Ну, всякая более или менее развитая мифология или религия, она отвечает на этот вопрос, откуда это все взялось. И, собственно, ответ на этот вопрос и служит таким вот стартом для всех остальных построений. И первая глава бытия ровно об этом оговорит, откуда это все взялось. Если взглянуть на мифы, которые у других народов, ну, Вавилон не так далеко, да, и шумерская, аккадская мифология как раз оттуда, то мы там увидим очень сложные истории. То же самое у древних греков, например, борьба богов, новые поколения приходят, уничтожают старые. Вавилония, соответственно, из богини Тиамат, разорвав ее бог Мардук, творит этот мир, но и до того, как он это сделал. Там тоже очень сложная история взаимоотношений между богами. То есть мир возникает в результате борьбы. Мир возникает в результате того, что боги, грубо говоря, делят власть между собой, причем делят ее достаточно такими жестокими порой способами. И мир, собственно говоря, побочный продукт вот этой борьбы за власть. Вначале сотворил бог небо и землю. Земля была пустым, пустая, тьма была над пучиной, и дух божий веял над водами. И вдруг мы рассказываем человеку, что ничего этого не было. Причем настолько не было, что никаких богов, никакой борьбы. Он сотворил небо и землю. Кстати, можно спросить, а где же земля, когда земли еще нет, у нас одна вода, а земля появляется позже. Но, видимо, здесь небо и земля — это мир верхний, куда человеку нет входа, и мир средний, где человек живет. Во многих мифологических системах есть еще третий уровень — нижний мир, связанный со смертью в еврейской библии. Это Шеол или вот преисподняя, как ее иногда по-русски переводят. Здесь этого тоже нету. Никакой преисподней, потому что сразу появляются боги небесные, боги подземные, да, у них борьба между собой. Собственно, Срединный мир — это поле битвы между этими двумя. Категориями богов. И снова все это начинается. А здесь ничего этого нету. Здесь просто земля была пустым-пуста. Ну, вот очень трудно это перевести. Тоху-вавогу — это такое звукоподражание. Да, вот прям ничего нету. В синодальном переводе она безвидна. Но это уже такое философское переосмысление. Вот просто пустота. Больше ничего. И никаких там отдельных божеств, никаких там сил, которые сами по себе существуют. А есть только бог, и есть его творение. И дух божий веял над водами, как вот его проявление. Здесь нет, конечно, еще учения о Троице, Отец, Сын, Святой Дух. Но, тем не менее, дух божий — это тоже бог, который, с одной стороны, вместе со своим творением, с другой стороны, от него отделен, не является этим творением. И все. Это удивительно, это революционно для человека древнего Ближнего Востока. Но откуда все остальное? «И сказал бог, да будет свет, и появился свет». Здесь в оригинале вот эта особенность еврейского языка, по-русски так не скажешь, это почти одно и то же. «Вай-йомер-элогим еги-ор». «Вай-ги-ор» — это «да будет свет». «Вай-ги-ор» — и «стал свет». Собственно, это то же самое, только с союзом «и», по-еврейски «ва». Получается, что творение — это не какой-то сложный процесс, да, вот изготовление мира. Не результат борьбы, а это всего лишь слово бога. Бог говорит «и», повторяется то, что он сказал, да. И это одновременно возникновение света. Еще очень интересно, откуда свет? У нас солнце и луна потом только возникли. А вот, смотрите, в этой истории будет постоянно сначала возникать нечто такое, как бы неоформленное само по себе, а потом оно будет оформляться. И что в этом мире, прежде всего, от бога? Свет. То есть то, что мы уподобляем радости, благу, то, что мы, собственно говоря, называем богом. В православном и католическом тоже символе веры света от света говорится о Христе. То есть бог — это и есть свет. И вот видимый свет — это некоторое его подобие в этом мире. Бог увидел, как хорош свет, и отделил его от тьмы, дал свету имя день, а тьме имя ночь. Ну, наверное, если бы мы сами это придумали, мы бы сказали, он сотворил небо и землю, свет и тьму. Тьмы он не творил. Тьма — это отсутствие света. Кстати, современная физика утверждает то же самое. Но самое главное, что свет и тьма, очень часто мы понимаем, это как добро и зло, так вот зла бог не творил. Он творил добро. А отсутствие добра — есть зло. Настал вечер, настал утро, первый день. В оригинале даже еще точнее один день, потому что первый — это из многих, а пока что у нас только один. И еще отмечается, вот что за день. А какой день, если опять-таки нет, собственно говоря, ни Солнца, ни Луны, вот того, что позволяло древнему человеку определить, прошли сутки, да, новый день настал. Но время уже существует. И, может быть, этот день — это какой-то очень большой период времени, день Господень, как тысячи лет, есть такие выражения в псалтире. Но дело даже не в том, долго это или мало, а уже существует время. И оно уже размерено, оно уже каким-то образом с Богом. И сказал Бог, пусть среди воды будет свод, разделяющий воды на двое. И стало так. Бог создал свод и отделил воды под сводом, от вод над сводом, и дал своду имя неба. Настал вечер, настал утро, второй день. То есть возникает у нас то, что мы называем небесным сводом. Он человек древности, видимо, не знал ничего об атмосфере, о шарообразности Земли. Он представлял себе Землю плоской, над ней купол. И вот этот купол отделяет то, что там над ним, от того, что под ним. Мы живем, естественно, под. А над, наверное, тоже что-то есть, оно нам совершенно неизвестно. Надо ли это переделывать на язык современной физики, космологии и так далее? Да нет, зачем? Мы же все равно описываем, ну вот современные научные журналы публикуют там какие-нибудь фотографии, как выглядит атом. Но атом никто не видит, да, потому что невозможно на него посмотреть, самый большой микроскоп. Мы только делаем некоторую модель. Вот на глянцевой бумаге красками печатается модель строения атома. Или там, тем более, какая-нибудь картинка времен Большого взрыва, который современная наука предлагает как теоретическое такое начало нашего мироздания. Ну, понятно, что невозможно нарисовать то, что, собственно говоря, выходит за пределы нашего мироздания. Мы не могли бы там существовать в этой точке рядом с Большим взрывом и увидеть, как вот эта там протоплазма формируется и так далее. Но на картинке это изображается, чтобы мы составили некоторое представление. Точность очень невысока подобных картинок. Так и здесь точность очень невысока. Свод, который мы видим, и над ним небо. Еще одна очень интересная вещь, что Бог все называет. То есть пока вещь, явления, предмет не названы, они как бы не до конца существуют. Имя — это то, что позволяет апеллировать вот этим понятием. Имя — то, что позволяет взаимодействовать с этим явлением. Второй день у нас прошел. И сказал Бог, пусть воды, что под небом, соберутся вместе и покажутся суши. И стало так. То есть мир все усложняется, упорядочивается. В него вносится все больше разделений, все больше категорий. Воды, что под небом, собрались вместе и показалась суша. Бог дал сушу имя земля, а собравшимся водом — имя моря. И увидел Бог, как это хорошо. Вот это повторяется постоянно. Увидел Бог, как это хорошо. То есть творение еще и прекрасно. Оно не просто исходит от Бога, оно не просто все усложняется. Оно еще и получает этическую оценку. Казалось бы, что значит хорошо и плохо? Еще нет никаких законов, норм, правил. Они появляются вместе с человеком в природе. Растения, или тем более камни, или волны, не думают, хорошо или плохо. Они просто существуют, не так ли? Но в какой-то момент оказывается, что вот все это творение, оно есть благо. И это тоже очень важный отправной момент для истории. Потом в этой книге, вообще в Библии будет очень много про зло, про то, как оно портится, это творение. Но изначально оно есть благо. И в этот же день, третий, начинается творение живого. И сказал Бог, пусть земля прорастет растениями, травами, которые будут давать семена, и деревьями разных видов, которые будут давать плоды с семенами. И стало так. Земля породила растения, травы разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды с семенами. И увидел Бог, как это хорошо. Настал вечер, настало утро, третий день. Обратим внимание, что здесь появляется уже творение, которое само соучаствует в творении дальнейшего. То есть, земля произращивает зелень, и зелень дальше себя воспроизводит. Ну, естественно, живая природа, она себя воспроизводит. Мы это прекрасно знаем. Но еще оказывается, что творение соучаствует в дальнейшем творении. И это очень важная вещь. То есть, потом постепенно все больше и больше это творение будет включаться. Бог начинает, он порождает процессы, которые дальше уже идут сами по себе, естественно, не вопреки нему, но, тем не менее, он не творит каждая отдельная семечка, да, а вот он запускает какой-то механизм. И этот механизм начинает работать. Это тоже довольно необычно, потому что в древних ближневосточных мифологиях, как правило, Бог там лепит животных или что-то еще он делает. Но вот Бог, естественно, один из богов, да. Но вот здесь возникает какая-то прям симфония оркестра. Бог как дирижер оркестра. Но оркестр играет уже дальше сам. «И сказал Бог, пусть будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи, указывают сроки, отмеряя дни и года. Пусть светят они с небесного свода и освещают землю». И стало так. Бог создал два больших светила. «Больше, чтобы она управляла днями, меньше, чтобы она управляла ночами, и звезды. Бог поместил их на своде небесном, чтобы они освещали землю и управляли днями, и ночами отделялись свет от тьмы. И увидел Бог, как это хорошо. Настал вечер, настал утро, четвертый день. Четвертый день возникает светило. И, конечно, то, что мы знаем о современной науке, нам совершенно здесь не подходит. Как это сначала, что ли, на земле появилась жизнь, а потом возникло солнце? Да невозможно это. Без солнца никакая жизнь на земле не возникнет. И земля не возникнет, как планета, пока солнце не возникло. Правильно? Но, еще раз, это не современная космология. А это история о том, как возникает этот мир. Кто-то говорит, а это с точки зрения наблюдателя, находящегося на поверхности земли. Там до этого, допустим, небо было покрыто облаками, и солнце и луна не были заметны. Я не знаю, так это было или не так, но я совершенно точно знаю, что здесь не попытка выстроить какой-то естественно-научный рассказ. Здесь разговор о том, что мир постепенно становится все более сложным, все более упорядоченным, и Бог как бы возвращается к тому, что уже есть, но придает ему новый смысл. Свет и тьма уже есть, день и ночь уже есть. Они прекрасно себя существуют, но это все как бы само по себе. А вот светило, они начинают этим управлять. То есть мир творится как бы сначала немножко начерно, вот не до конца так, как он будет. А потом он уже начинает распределяться по своим окончательным таким местам. День и ночь обретают светило, которое им управляют. Более того, предполагается человек указывать сроки, отмерять дни и года. Для кого? Для растений, для животных? Для воды и суши? Нет, конечно. Только человек, обладающий сознанием, может понимать, что вот настал Новый год, да, например, или что какое-то небесное знамение означает что-то, да. Растения или животные не поймут вообще, не заметят этого. И тоже очень важный момент, что человек предполагается, хотя его еще нет. И сказал Бог, пусть вода кишит живыми существами, а над землей по своду небесному пусть летают птицы. Интересно, что они тоже как бы сами по себе возникают. И Бог сотворил огромных чудищ морских, разные виды живых существ, которые с нулю таки шат в воде, и разные виды крылатых птиц. И увидел Бог, как это хорошо и благословил их. Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте воды морей, а на земле пусть будет много птиц. Настал вечер, настал утро, пятый день. Вот смотрите, и начинает сотворяться живое, но сначала морское и птицы. Ну, кто-то говорит, динозавры, вот эти страшные морские чудища, это динозавры, тем более птицы потомки динозавров, как бы сразу они сюда же относятся. Но еще раз, мы не трогаем эту современную науку, потому что она просто на другом языке разговаривает. А мне кажется, здесь немножко иной принцип. Живое творится постепенно от периферии к центру. Центр — это человек. Сначала растения, они меньше всего похожи на человека. Потом морские гады и птицы. Те, кто на человека тоже мало похожи. И лишь потом, в следующий день. И сказал Бог, пусть земля породит разные виды живых существ. Скот, мелкую живность и разные виды зверей. Земные звери. И стало так. Бог создал разные виды зверей, скота и всякой живности, которая снует по земле. И увидел Бог, как это хорошо. Вот мир почти готов. Не хватает одного самого главного. И сказал Бог, создадим человека, наш образ и наше подобие. По-еврейски, бетсалмену кидмутену. А что значит наш образ и наше подобие? Но, смотрите, человек Древнего Ближнего Востока живет в мире, где очень много богов, их образов и подобий. Это всякие идолы, изображения, барельефы и так далее. Он прямо вот всюду ходит и их видит вокруг себя. И эта книга ему говорит, вообще-то у Бога, который один, есть один образ и подобие, это человек. Все вот эти идолы, они, ну, пустота, они ничто. Здесь еще этого не сказано. В Библии, конечно, об этом будет очень много. Но с самого начала человек — это то, что являет Бога в этом мире. Пусть не полностью, пусть не до конца, но в какой-то, даже, может быть, очень незначительной степени. И что это значит? А это значит, что, собственно говоря, только человеку можно воздавать те почести, которые мы хотим передать Богу. Не идолу, не какому-то там святилищу, но человеку. Вот мы говорим «права человека», а откуда мы знаем, что у человека есть права? С какой стати? Почему нет прав, например, у собаки? Никто не говорит «права собаки» или «права дельфина», хотя дельфины и собаки тоже высокоинтеллектуальные живые существа. И сегодня как раз начинают говорить о гуманном обращении, о том, что не надо там дельфинов в дельфинариях запирать, и не надо там собак оставлять без надзора, да, и так далее. Но права собаки, так сказать, странно, а права человека для нас уже привычны. Да потому что человек — это образоподобия Бога, только человек. Потому что в человеке есть какое-то такое достоинство, которого нет ни в одном другом, даже самом прекрасном и разумном живом существе. Вот это здесь уже заложено. Кстати, обратите внимание, концепция «прав человека», она в каких странах зародилась, где она хорошо прижилась? Да в тех странах, которые основаны на библейской традиции. Есть прекрасные страны конфуцианской традиции, Китай, исламской традиции, Саудовская Аравия, например. Я не скажу об этих странах ничего плохого. Но права человека там как-то вот не очень понимаются, да, что это такое, зачем это нужно. А в странах библейской традиции, христианской, иудейской в какой-то степени тоже. Да, это есть. Итак, еще интересная вещь. Создадим. Впервые Бог говорит во множественном числе. О ком он это говорит? Вообще-то, раньше он нигде не говорил «я создам». Он говорил «да будет, пусть будут, да полетят, да произведет земля». То есть он в третьем лице говорил «пусть оно появится». А здесь он говорит «создадим» в первом, и причем во множественном. Кто-то говорит «это указание на Троицу». Но человек древнего Ближнего Востока про Троицу ничего еще не знал. И есть разные толкования. Может быть, он говорит ангелам вместе с этим духовным миром. Но ангелов здесь тоже еще нет. То есть они, наверное, есть, но про их сотворение не сказано ничего в Библии. Странно, кстати. Но вот сотворил Бог небо и землю. Видимо, это небесный мир, в котором это все происходит, в котором это все как-то своим путем возникло. Но об этом ни слова. А мне нравится то толкование, которое предполагает, что человек соучаствует в творении. Почему нет? Земля производит растения, воды производят всякие живые существ, которые там будут кишеть. А человек производит в каком-то смысле сам себя. Потому что только человек, как образ и подобие Бога, может соучаствовать в творении. Только человек может каким-то образом содействовать Богу в сотворении самого себя. Ну, естественно, мы не содействуем Богу, когда нас там зачинают наши родители, и мы в утробе, мы ничего не понимаем. Но как только мы обретаем сознание, как только мы начинаем понимать, кто мы в этом мире, мы же в каком-то смысле начинаем работать над собой. Ну, или еще лучше сказать, позволяем Богу работать над собой. В хорошем случае. Вот мы соучаствуем в творении самих себя. Мне кажется, здесь это заложено. Хотя есть разные толкования, не буду навязывать своего. Итак, и сказал Бог, создадим человека наш образ и наше подобие, чтобы он господствовал над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, над всей землей, и над всей живностью, которая снует по земле. Человек с самого начала создается как царь этого мира. Вот очень часто в этом мире человек не царь, а злобный тиран, который губит то, над чем властвует. Вот экология — это, собственно говоря, разговор о том, что человек сделал со своей планетой. А изначально он царь, но царь — это человек, который заботится о подвластном ему царстве, да, а не уничтожают его. Бог сотворил человека, образ свой. Божий образ он сотворил, мужчину и женщину сотворил. Такая формула трехчастная. Бог сотворил человека, но это понятно, это уже, собственно, было. Образ свой, Божий образ он сотворил. Еще раз, еще раз. Это образ Бога. Это не просто еще одно живое существо. Пусть очень умное, но оно занимает в этом мире какое-то совершенно особое место. И мы не очень понимаем, какое. Но это место в чем-то подобно месту Бога. И дальше мужчину и женщину сотворил. Мы вернемся во второй главе к этому вопросу о мужчине и женщине. Но с самого начала человечество — это мужчина и женщина. С самого начала человек — это два. Да, вот тоже интересно, почему человек — это два. Вот потому что мужчины и женщины равны. Потому что мужчины и женщины, по сути своей, это даже один человек, можно сказать так. Что вот это единство двух полов, оно не случайно. И благословил их Бог такими словами. Будьте плодовиты и многочисленны. Заселяйте землю и покоряйте ее. Повторяется то, что сказано животным. Будьте плодовиты и многочисленны. Но, кроме того, покоряйте землю. Господствуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всеми животными земли. И сказал Бог, я отдаю вам в пищу все травы с семенами, какие есть на земле, и все деревья, приносящие плоды с семенами. А зверям земным и птицам небесным и живности земной, всем, в ком дышит жизнь, я отдаю в пищу зелень растений. То есть здесь еще нет хищничества. Что странно, современная наука, конечно, утверждает, что хищничество возникло очень рано. Где-то еще на уровне каких-то простейших животных. Они друг друга кушали, от этого развивались, эволюционировали. Но это не учебник по эволюционной биологии. Абсолютно нет. Это история про мир, где никто никого не ест. Как нам понимать этот мир? Как далекая прошлая планета Земля, где уже есть человек, но еще никто никого не ест. Ну, нам трудно себе это представить. Или некий прекрасный мир, где нет необходимости, никого есть, потому что, собственно говоря, и так все как-то живут. Тогда это не Земля, на которой мы живем. Это какая-то другая Земля, какой-то другой прекрасный мир. Есть такое толкование. И, пожалуй, если мы хотим это принять буквально, то нам придется его принять тоже. То есть это вот некий иной чудесный мир. И стало так. Бог оглядел свое творение. Все оно было очень хорошо. Очень хорошо. Важный момент. То есть до сих пор все было просто хорошо, но человек — это завершающая черта, которая делает этот мир совершенным, очень хорошим. Грехопадения пока не было. В этом мире все идет так, как оно должно идти. В этом мире нет зла, есть только отсутствие добра. Но зло, к сожалению, появится, об этом мы еще прочитаем. И настал вечер, и настало утро. Шестой день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова